МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что? Ира, да ты с ума сошла. Я же сделал все, что ты просила. А я передумала. Передумала? Передумала. Она передумала. Нет, конечно, ты могла передумать, но мне на это наплевать. Значит так, мы обо всем договорились. Я все сделал. Пока. Во-первых, я все ищу твоя жена. А во-вторых, я сейчас одеваюсь и еду к Кристине. Я сказала, что я сейчас оденусь и поеду к Кристине. Ты никуда не поедешь. – Нет, я поеду. – Нет, ты не поедешь. Я сказала, что я поеду. Я сказала, что я сейчас поеду к Кристине. Пусти меня. Пусти, я сказала. Хватит тебе дергаться. Только попробуй. Попробую. Пусти. КОНЕЦ Разбирайте яйца, экспериментируем Приготовились, начали! Вот он, наш победитель Я все еще верю, что вы не перепутали судебный процесс с полем чудес Ваша честь, в конце эксперимента наш эксперт напрямую свяжет происходящее с нашим процессом При каждом ударе скорлупа одного из яиц неизбежно разбивается В физике это называется столкновением полых сфер Если скорлупа одного из яиц разбилась, то в скорлупе другого яйца разбиваться не обо что И как это связано с орудием убийства? Если череп убитый был проломлен бутылкой, то бутылка должна быть целой А если она разбилась, значит целым должен остаться череп Обе вещи несовместные, а череп жертвы был проломлен А это значит, что осколки бутылки, найденные на месте преступления И представленные здесь в качестве основной улики, могут быть чем угодно Но не орудием убийства Обвинение понятия не имеет, как именно погибла Ирина Антонова И кто это сделал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, обмановлен судьёй, а нас он просто поимел Как этот клоун работает, а? Он даже яйца раскрасил светофлагом. Смотри, Оль. В «Вулкане» всем опоздаешь, убью. Ага, бутылкой. Поздравляю. С яйцем это какой-то фокус? Не надо было вам в школе уроки физики прогуливать. А вы какие уроки прогуливали? Никакие. Даже анатомию. В любом случае, спасибо, что не дали посадить невиновного человека. А с чего вы взяли, что Антонов невиновен? Неважно, виновен Антонов или невиновен. Важно, что вы не смогли доказать его вину. Следовательно, ваша контора полный отстань. Послушайте, вы кто такой? Хотя вот вы сами очень даже ничего. Вы не подумывали сменить профессию. Разрешите ваш кофе? Горячий шоколад. Еще лучше. Шоколад действительно горячий? Действительно. Анна, прекрати их. Анна, вот и познакомились. Не познакомились. Спасибо за содействие. Тяжелое сотрясение мозга. Псекосиция целая. Этот эксперт прав. Антонову убили чем-то другим. Убитой. Она по форме похожа на бутылку. Да, но если убитит, то ее принесли с собой. Если ее принесли с собой, то… Тогда вы наверняка облажались. Это не убийство состояния аффекта, а предумышленное убийство. Да, с битой в гости не ходит. Так, ладно, не затягивайте протокол испытаний. Так, я тоже пойду, а ты тут приберись, хорошо? Эй, это потому что я стажерка? Да. Подожди, а может по-честному? Нет. Вы опять несоленые. Да что ж такое? Мне что же, посадить, что ли, повара за хищение соли в особо крупных размерах? Невозможно, невозможно. Можно? Да, давай, садись. Приятного аппетита. И тебе? Слышал уже, что наша Аня устроила в суде? Слышал, слышал. Ну, ложанулись мы с бутылкой. Это не мы ложанулись, это она ложанулась, она начальница. Теперь ей конец. Ну, ее еще не сняли. Завтра будет совещание. Задвинут. Ну, кого поставят? Кого? Сандро, ну уж точно не тебя. Все несоленое. Иди работай. Так кого поставят? Меня. Великого Виктора Перницкого. Ну, ты ж меня знаешь, я буду начальником строгим, но справедливым. Так что готов все честно служить российской прокуратуре. Под моим началом. Да, еще, это, я виски не люблю. И сжога от них. Приятного аппетита. Приятного. Спасибо. Айма, ты меньше месяца начальник следственного отдела. А у тебя уже есть обвиняемый, освобожденный в зале суда. Круто начинаем карьеру. Адвокат привел какого-то консультанта. Какого консультанта? Хама и толстокожего. Что из этого имя, а что фамилия? Извините. Его зовут Роман Фрейдин. Фрейдин? Так точно. Фрейдин. Ладно, поговорим на совещании. Привет. Не жаловь. Видел? Галчанский всегда ее защищал. Ну что? Помнишь, виски и изжога. Никто не спорит, она хороший следователь. Но назначать ее начальником следственного отдела была рановата. Тогда давайте вернемся к кандидатуре Перницкого. В прошлый раз мы его задвинули. А его звание, опыт, в сравнении с Кораблиной, ого-го. Мы все прекрасно понимали, назначение женщины на этот пост – стратегический ход. Теперь не хотим дать ей время. Кораблиной просто не повезло. Эксперт нашел в деле единственное слабое место. И поднял шум. И какие предложения? Подключить этого эксперта к нам, ну, то есть, в отдел Кораблиной, в качестве гражданского консультанта. Чушь. С какой стати мы будем платить деньги, какому-то… Ну, что вы знаете об этом, консультантчике? Да, практически все. Роман Витальевич Фрейдинг, он же Фрейд. Закончил университет. Псих-фак, красный диплом. Зачитил диссертацию на кафедре социальной антропологии. По сравнительному изучению человеческих обществ. На какие деньги жил? Да, конец девяностых, на женихе возил какой-нибудь мусор из-за границы. Наркотики не цеплял? Данных нет. Приблизительно в 2005-м уносил во Франции. Увлекся покером, стал профессиональным игроком. Ну… И как? Успешно? Играл на всех главных покерных турнирах. Но попал в поле зрения Интерпола. На чем засыпался? На одном из частных турниров раскрутил не того парня. На него открыли досье. И он греха подальше вернулся в Россию. Сейчас консультирует адвокатские конторы. А с покером завяжел? Он играет постоянно на профессиональных покерных сайтах. Входит в десятку лучших игроков мира. Вы правы. Плохо, что такие мозги работают не на нас. Ну-ка, напомни мне еще разок, почему я должен согласиться на твое предложение? А какие из причин отказаться? Ну, во-первых, как ты понимаешь, деньги. Ага. Во-вторых, все, что я на эти деньги покупаю. И потом этот следователь, Анна, ты и она. Ты сейчас договоришься… Понял-понял-понял. Понял-понял. Понял-понял-понял. Ты ни черта не понял. Она дочь моего друга. Он погиб во время задержания. Анна была его единственной дочерью. Она мечтала стать врачом или учительницей. Встретить какого-нибудь на белом коне и родить ему двух сыновей и двоих дочек. Ну, и чего жена этих четырех не родила? Не встретила? После смерти отца мечта поменялась. Послушай, она всего месяц как руководит отделом. Знаешь, сколько людей хватит ее сожрать? Если б ты был с нами, ты б что-нибудь подсказал. Ага. Я знаю, как называется в психологии этот метод промыва мозгов. Да заткнись ты. Ты вообще вырыл яму самой достойнейшей женщине, которую ты встретил на своем тупом и самодовольном жизненном пути. Думаешь, стоит немного побрызгать пафосом и все уладится? Какой? А ты куда собрался? А, в ресторан-то же говорил. Что, полки? Ну, а как ты думаешь? Отметить победу над нами, да? Вот этот. Угадал. Ну, а что здесь угадывать? Знаешь, Омочка, что мы сделаем с тобой? Ну, давай. Мы сейчас с тобой расстанемся по-хорошему. Пожмем друг другу руки и разбежимся. Давай. Ну, ты же сказал по-хорошему. А я передумал. Ну, да ладно. Хочешь, набей мне морду, и мы все забудем. Ага. Размечтался. Ага. 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 Спасибо. Ага. Что такое случилось? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Телефон дайте. Ага. 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 Проходите. Да это практикант. Не беги впереди паровоза. Здрасте. Ага. Что здесь произошло? Убийство. Он за этим столом, человек двадцать, в начале какой-то праздник. Потом этот упал и залился кровью. А почему вы решили, что это убийство? Не я решил. Видите, свежий скол у него на переднем лесе. Я уверен, ваш патологоанатом найдет осколок зуба у него в голове. Вы думаете, в него стреляли и пуля попала в рот? Да, но здесь могли стрелять только с близкого расстояния. Ну-ка. Странно. Выхода нет. Низкая начальная скорость полета? Или необтекаемая форма пули. Тем более, что звук выстрела никто не слышал. Глушитель. Но вспышки тоже не было. Я думаю, что вы без труда, если покопаетесь, и вы в мозгах найдете металлический шарик диаметром восемь миллиметров. В смысле? Арбалет. Мы, кажется, нашли орудие преступления. Где? Вон, на той террасе. Спасибо. Я только… Дальше мы справимся сами. Отведите этого человека к другим свидетелям. И позаботьтесь о соблюдении тайны следствия. Как? Ну ведь он же… На него мой приказ распространяется в первую очередь. Я сам, 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 сам. Так что вы нашли? Арбалет. Голчанский, это я, твой бывший друг. Я согласен на твое предложение. И отдельный кабинет. У меня следователи в общем сидят. Ну, ты же меня консультантом зовешь? А зачем тебе отдельный кабинет? Затем же, зачем и персональный автомобиль. Ладно, будет тебе выгородка в общем кабинете. Со временем. А зарплата? Какая зарплата? Интерпол считает, что ты в Европе выиграл почти два миллиона. Ты еще можешь наше все отделение содержать. Вон, машина у тебя одна какая. Ты не боишься, что угодно? Не боюсь, у меня все под контролем. Но ты пойми, вообще мне зарплата нужна не в качестве жалования, а как признание моих заслуг. Ладно, уговорил. Буду объявлять тебе благодарность каждый месяц. Если будет, за что. Смотри, я уйду. Не уйдешь. Я тоже кое-какой психолог. Ну, а хоть премию-то будет. Почетная грамота. В рамки. Ну, вот ты мертвого говоришь. Фрейдин будет у тебя в подчинении. Хотите держать врага рядом? Я хочу, чтобы он стал кем-то вроде друга. Например, коллегой. Вы так упорно пытаетесь вытащить меня из этого болота? Думаете, самой выбраться шансов нет? Абсолютных доказательств вины не бывает. Защита находит некие дыры в деле и раздувает их до размеров космической катастрофы. Не ты первая получала по голове. Все это похоже на вежливое предложение тихо уволиться самой. Нет. Фрейд здесь как раз для того, чтобы тебя не пришлось увольнять. Понятно. Будет спасать меня. Ну, он это называет брызгать пафосом. И кем я буду при нем? Чем лучше мастер, тем более сложными инструментами он пользуется. Фрейд – очень сложный инструмент. Раз, два, три! Раз, два, три! Кто-то ты к свету пришел, помните вчера? Раз, два, три! Раз, два, три! Все время выигрывает, а? Еще раз. Раз, два, три! Черт! Слушай, ты попробуй считать до двух. Ритм поломаешь. Разумно. Раз, два! Слушай, это что такое? Это гипноз. Это теория вероятности. По теории вероятности она давно должна была выиграть. Ну, математика, наука не точная. Правда? А большинство людей считают наоборот. Я и зиму пользуюсь. А можете у всех сразу выиграть? Ну, если вы будете в паре с ним, то нет. А вот если с товарищем в кепочке… С товарищем подполковником. С товарищем подполковником в кепочке. Виктор Иванович! Виктор Иванович! Без проблем. Раз, два, три! Ну и в чем прикол? Почему с ним бы не обыграл? Ну, они бы с ним договорились. А с вами хрен договоришься? Очень смешно. Чуть не забыла. Наш новый консультант Роман Фрейдин. Кое-что о нем вы уже знаете. Остальное по ходу работы. Сережа, зайди к баллистикам. Узнай, готов ли заключение по орудию убийства Антонова. Конечно. Не хочешь составить компанию Сергея? Да. Самое интересное во всем этом заключении, что арбалет зарегистрирован на имя того самого Антонова, из которого его же и убили. Так, а что есть неинтересного? Шарик, найденный в голове Антонова, соответствует нашему арбалету. Но! Связать их напрямую невозможно. Так как у арбалета нет насечки, как огнестрельным оружием после выстрела. Поэтому, даже если мы с этими доказательствами пойдем в суть… Ну, они снова там пообедают, как в прошлый раз. Быстро учишься. Хорошо. Что вам кажется интересным? Антонов никогда бы не купил себе такой дешевый арбалет. Арбалет — это статус. Такой же, как марка автомобиля, марка часов, внешность жены, порода собаки. А, жену, кстати, он хотел поменять. Арбалет был куплен, когда… Филипп, Филипп, вот вы вот чего тут накалекали-то? Восемь. Арбалет был куплен восемь месяцев назад. А те части, где его касалась ладонь, отполированы до блеска. И, судя по износу боевой части, из него произвели несколько тысяч выстрелов. Он мог его кому-то подарить, правильно? Кому-то подарить. Подарить тому дешевый арбалет, кто не выпускал бы его из рук ни день, ни ночь. Например, сыну. Нет. У него не было детей. 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 А что вообще у него было, кроме денег? Нет. Так, а зачем Антонову тир? У него же не охранная фирма. Ну, наш шеф считал, что стрельба и метание — лучший способ для снятия стресса. Он даже приучил своих сотрудников сюда приходить во время обеденного перерыва. А потом устраивал соревнования среди своих отделов. Почему арбалеты? Ну, потому что от огнестрельного оружия слишком много шума, да и шарики дешевле стоящим патроны. Так, как вы думаете, из арбалета легко ли убить человека? Ну, в принципе, как из любого оружия, главное — хорошо попасть. А почему вы спрашиваете? Узнаете? Ну, да. А откуда оно у вас? А это вы и нам скажите. В подвале фирмы Антоновы оборудовали тир. Около года назад он привез сюда двадцать арбалетов. Наш среди них. Кто-нибудь мог вынести арбалеты из тира? Да кто угодно. Вход для сотрудников свободный. Пропавших даже никто не обнаружил. Значит, стрелок — сотрудник. Какие еще соображения? Ну, никто не знал, что Антонова выпустят сразу после суда. Значит, тот, кто в него стрелял, принял решение спонтанно. Да. Убийство по деловым мотивам готовили бы дольше. Допустим, месть. Убийца Антонова очень рассчитывал, что тот останется за решеткой. У присутствующих, разумеется, есть альве. Так же, как и способность не реагировать на глупые шутки. Итак, стрелок ненавидит Антонова. Работает в его фирме. Да. И среди гостей его тоже не было. А я думаю, что это не он. Это она. Красотка Кристи. У нее папа крутая шишка из Минтранса. Она золотая невеста. Союз брокера и замминистра. Да. За это можно убить. Слушайте, да Антонов дурак. Ему до свадьбы с Кристиной нужно было решить какие-то дела с бывшей женой. А он взял с ней и переспал. Ну, да так, по старой памяти. Я его понимаю. Ностальгия. Ретро. Вы шутите? Нет. Почему? Мужик устроил себе мальчишек с правильной теткой. Что тут плохого? А… Гигиена. А, ну да. Только тетку в последний момент подвела. Когда надо было окончательно разбежаться, она решила изменить условия расставания в свою пользу. А она не знала, что грех шантажа входит в семерку смертных? Ну, правильно. Антонов ударил бутылкой жену по голове и… Только не бутылкой. И? Возможно, не Антонов. А, ну да. Если верить вашему выступлению в суде. А Кристина его бросила. Ну да. Узнав об измене, она послала его. Кстати, она ни разу в суде не появилась. И? Когда он освободился, она решила его убить. Ну, мы не можем этого исключать. У нее был мотив. Нет, девушка, вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете? Кристина Викторовна освободится через 30 минут. Вы можете подождать ее здесь. Мы подождем. Я даже знаю, где. Девятка! Слушайте, первый раз из-за балета стреляй, честное слово. Ну, у вас же в прокуратуре есть огневая подготовка. Ну вот, это тоже пистолет. Слушайте, а можно стрелой? Ну, для вас все, что угодно. Десятка! Вас ждут. Нам пора. Спасибо. Ну, до следующего стресса. До свидания. Удачи. Ваш жених изменил вам до свадьбы, да еще и с бывшей женой. Не поверю, что вам было все равно. Я была очень разочарована. Так разочарована, что решили его убить? Я же уже сказала. Я не настолько сильно его любила. А сейчас у вас есть кто-нибудь? Вообще-то у меня только что погиб жених. Нет. Я говорю о поклонниках, которые отступили перед Антоновым, но после его ареста вновь стали питать надеждой. Тех, кто хочет жениться на деньгах моего папы, я обычно отправляю ухаживать за ним. Антонова была моей единственной ошибкой. А что? Есть кто хочет чего-то другого? Чего-то другого, это вы про любовь? Ну, и про нее тоже. Боюсь, у таких, как я, ее не бывает. Никого она не убивала. Да, но вы правы, что кто-то мог быть очень расстроен, что ее жениха освободили, и все-таки хлопнет конкурентом. Значит, надо найти это у кого-то. Это не просто. Девушка демонстративно фригидна, а это означает, что у нее масса поклонников. А я думаю, мужчина привлекает другая черта. Мужчина может привлечь любая черта. А в данном случае соединились два самых сильных мотива. Это самолюбие. Каждый из них считает, что именно он способен пробудить в нее уснувшую страсть и папины деньги. Вы согласны? Да. Так, вот список тех, с кем у Кристины мог бы быть роман. А вот этот список тех, кто с ней флиртовал, но без особого успеха. Откуда у тебя это? Нам удалось расколоть секретаршу. Кому это нам? Ну, если честно, то наш новый консультант фактически обещал на ней жениться. Типичный мужик несвойственной ответственности. Кстати, большинство из этого списка — друзья и коллеги Кристины. Фрейд мне сказал, чтобы я на завтра их вызвала всех одновременно. 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 Все, свободно. Спасибо. Если я видел, то ты из пистолета стреляешь, да? Да. Что ты мне рассказываешь? Ты стрелять из пистолета не очень, я понимаю. Правда? Правда? У меня высшая оценка быстрее. Здрасьте. Здрасьте. А что у нас там за табу в коридоре? А это подозреваемые. Подозреваемые? Угу. И какой идиот их вызвал всех одновременно. Как он их будет допрашивать? На каждого нужно минут 15, не меньше. Я когда стреляла из арбалета, я меньше чем в восьмерку не попадала. Единственное, там спусковой механизм не очень. И стоит руке дергнуться, то мимо. Да? Да. То есть ты очень крутой стрелок, да? Да. Я надеюсь, у тебя не было мотива убивать Антонова? Был. Был у нее мотив. Восстановить справедливость и защитить честь начальницы. Не так? Чего? Погодите, я понял. Убийца посчитал освобождение Антонова из зала суда личным оскорблением и восстановил справедливость. Вы же это хотели сказать, Роман? Именно. Значит, мотив у тебя был. Ну, вы же не думаете, что это я? Почему нет? Мотив убивать бандитов может быть у каждого, кто работает в этом отделе. И у вас тоже? Серега, открой, помоги. До свидания. Нет, что нет. Чего, приглашайся. А, подожди. Первую пятерку. Хорошо. Первая пятерка, заходим. Заходим, заходим. Присаживайтесь. Здравствуйте. Свадьба, развод, удачная сделка, преступление, потеря любимого человека. Каждое из этих событий, хоть чуть-чуть, но сказывается на вашей внешности. С годами эти штрихи оформляются в единое полотно. И вот, вы уже получили счастливую сетку в уголках глаз или глубокие морщины от постоянного насилия над собой. Все свободны. Простите, я не понял, они могут идти? А что, слово «свободны» есть еще какое-то значение? Пожалуйста. Приглашайте следующего. Пусть подождут. Зайдите ко мне в кабинет. Это что за допрос? Вы не задали ни одного вопроса. Они не произнесли ни одного слова. Пока в их словах нет необходимости. Нет необходимости? Мне просто интересно. А что вы зафиксировали в протоколе? Так и фиксировать пока тоже нечего. Да на каком основании вы собирались их отпустить? Никто из них даже не попытался разгладить морщины на лбу. Извините, мне нужно работать. Вы ясно и понятно представляли себе свою цель. Долгое время, шаг за шагом, вы шли к ней. Вы обходили препятствия и ломали преграды. Вы жертвовали всем, что было у вас. Но, когда вы наконец сделали решительный шаг, после которого уже нет пути назад, на вашем пути возник неожиданно тот, кто разрушил все ваши планы. Вспомните это мгновение, когда вы осознали весь ужас, что жизнь пошла мрахом. Сидеть все. Да, веселый сегодня день. Да. Веселый. Что-то нашел? Да. Линза. Во время драки выпала? Твоя? Да нет, мы не на месте. Слушай, а у кого еще из наших линзы есть? Не у Фрейда, не у Перницкого точно. Значит, от Селиванова отвалилась. Не стесняйся. Надо будет ему отдать. Время допроса Селиванов повел себя неадекватно, что дало нам повод подозревать его в покушении на Антонова. Говорите прямо, что случилось? Я спровоцировал у Селиванова приступ гнева, и он бросился на меня. Я его прекрасно понимаю. И что, на этом основании вы решили, что в Антонова стрелял Селиванов? Воспоминания об освобождении Антонова из зала суда вызывают у Селиванова неконтролируемый приступ гнева. Это стресс. А как освобождаются сотрудники Антонова от стресса? Как? Не стреляют из арбалета. Красивая догадка. Но ее еще нужно доказать. У нас есть подозреваемый, более-менее внятная версия, и крайне умозрительный мотив. Нам нужны факты. Игорь Селиванов, 23 года, родился во Владимирской области. Мать Надежды Селиванова. Умерла 6 лет назад. Селиванов Иван, это его отец, сейчас находится в местах лишения свободы. Странно. Как парень с такой биографией так высоко мог подняться в империи Антонова? Любопытный парень. С ним, когда разговариваешь, такое впечатление, что он смотрит внутрь тебя, и что-то такое видит, чего другие не видят. А может, даже ты сама. Вы с ним встречались? Нет. Он пытался ухаживать, но нет, слишком молод, слишком никто. Но он показался вам странным. Да, странным. Зачем-то носят темные линзы, карие. Хотя свой цвет глаз у него синий. А откуда вы знаете? Капал ему альбуцит. На новогоднем корпоративе искра глаз попала. Спросила еще, зачем прятать такие красивые глаза. И что он сказал? Никак. Скорее всего, банальность какой-то. Как задержанный? Молчит. Сказал только одну фразу. Какую? От адвоката отказался. Слушайте, я забыл ему линзы передать. А она бездепта, я не понимаю, зачем такие носит? Может, ему цвет его глаз не нравится. Ну, по крайней мере, когда он отсюда уходил, глаза у него были карие. Кстати, линзы такого же цвета. Кристина видела Сериванова без линз. Они у него голубые. Может быть, это не его линзы? А можно я лично передам ему линзы? Вам надо оформить пропуск. Я подожду вас в столовой. Мы нашли только одну линзу. Второй нигде нет. Я ничего не терял. Ты что делаешь? Что? Вот, выпросили. Перец. Это что? Вода. Ну, помогите ему. Что происходит? Я разве давала распоряжение использовать эти твои психологические штучки? Это не психология, это кулинария. Вот промывай. Ты лучше посмотри. Так вот, вот у его матери. Кария. Надежда Евгеньевна Селиванова. 1966 год рождения. Что делала после школы? Поступила в университет. Где? В Новосибирске. Проучилась два года, потом бросила, переехала во Владимир. В чем причина? Переменность. Потом роды. Кто отец? За три месяца до родов она вышла замуж за Ивана Петровича Селиванова. Фото есть? Да, вот. Кария. И что? Это мать покойного Антонова. Ого. Прибавьте еще к этому, что Селиванова и Антонов учились в одном и том же университете в одни и те же годы. А разве разным цвет глаз передается нам через поколение? Да хоть через два. Возьмите образцы ДНК у Селиванова и сравните с образцами ДНК Антонова. Ставлю свою зарплату, что Антонов – это родитель нашего разноглазика. Селиванова-старшего посадили, когда он жену и сына избил так, что они в больницу попали. Ничего себе нравов в провинции. Да. Десятилетний сынуля заявил в сердцах, что папа ему не папа, ну и все гребли. А откуда он узнал? Мать рассказала. Сказала, мол, вырастешь, будешь в любя звездное будущее в столице с богатым папой. Что у тебя, Сереж? Селиванов два раза в год ездит на могилу к матери, в день рождения и в день смерти. Платит смотрителю, чтоб тот за могилой ухаживал. Последний раз был не так давно, привез огромный букет, я могилу сфотографировал, могу распечатываться. Распечатывай. Вить. Два официанта опознали Селиванова. Он в соседнем зале сидел, на террасе. Туда с улицы вход есть. Да, и из этого зала народ еще стал уходить до нашего приезда, как только слух пошел, что рядом кто-то умер. Ну, видимо, Селиванов тогда и смылся. Они говорят, он из-за стола несколько раз выходил, еще ржали. Не успел, говорят, пожрать, а уже сортир бегает. Ну что, получается так, что сын отомстил за изуродованную жизнь матери? Ну все, пазл срастается. Не срастается. Селиванов полтора года проработал в фирме Антонова. Почему он столько ждал? Потому что он не мог убить своего отца. Селиванов полтора года проработал в фирме Антонова. Селиванов полтора года проработал в фирме Антонова. Селиванов полтора года проработал в фирме Антонова. Я надеюсь, мы не будем с тобой разговаривать? Скажите, а вам так важно распугать людей вокруг себя, да? Рост без отца, да? Какая разница? Вы выпендиваете перед ногой? Герой, но не любовник. Тайный воздыхатель. Точно. Ночей. Прекратите стебаться над нами. Когда Селиванов последний раз приезжал на могилу матери? Чего? Две недели назад я проверял по билету. Смотри, она родилась в ноябре, а умерла в августе. Он приезжал каждый год именно в эти дни. Зачем? Он приехал две недели назад. Просто так. Захотелось проведать. Да? И привез букет размером с новогоднюю елку. Судно до Антонового начался три дня назад. Селиванов пришел с улицы, уже с арбалета. Занял место на террасе. Так, чтобы его не было видно в соседнем зале, где уже праздновал Антонов. Он нашел удобное место для выстрела. И выстрелил в Антонов. И Селиванов, и Антонов больше часа провели в ресторане до выстрела. Селиванов выбрал именно этот момент. Почему? Да, и что он делал целый час? Может быть, он хотел убить Антонова на чьих-то глазах? И ждал, когда тот придет? Получается, если бы арбалет не дернулся, то пулю в затылок получил бы тот, кто как раз в этот момент подходил к Антонову. То есть, получается, убийца Селиванов, а цель не Антонов. Все правильно. Селиванов не хотел убивать отца. Он стрелал в того, кто мог разрушить его план. Во Фрейда? Его мать, считай, принесла себя в жертву Антонову. Ее убили, мучили, издевались. А ей было все равно. Она другого любила. Ну, он-то отца же ненавидел. Ты видел их дом? Там все стены обклеены фотографиями Антонова. Только свечек и физгармонии не хватает. Но не мог он убить человека, которого боготворила его мать. Это все равно было бы, чтобы убить собственную мать. А это значило бы убить самого Бога. А это уже другая юрисдикция. Да. Вот она. А. Да. Похоже. Слушайте, что же там покоя вам не дает этот букет? Не дает. Я цветы люблю. Пестики, тычинки. Он не хотел убивать своего отца. Он хотел его посадить в тюрьму, чтобы там тот мучился так же долго, как мучилась его мать. И для этого он убил его жену. Он долго готовился. И не стал бы полагаться на такой ненадежный предмет, как стекло. Да. Что-то нашли? Кажется, пестик или тычинку. Селиванов устроился на фирму отца, который естественно не знал о существовании сына. Но он стал изучать его жизнь, чтобы в будущем отомстить за несчастную жизнь своей матери. И тут Селиванов узнает, что его отец стал захаживать к бывшей жене Антоновой. И решил воспользоваться этой ситуацией. Он проник к Антоновой в дом и убил ее ударом бита. Потом он взял со стола бутылку с отпечатками пальцев отца, перенес на нее кровь и волосы жертвы, разбил бутылку об ту же бейсбольную биту и оставил осколки, как улику, на месте преступления. Так вот, наши ребята из наркоконтроля дают объявление в газету таким жирным шрифтом. Требуется диджей на постоянную работу. А клад 10 тысяч. Давайте за музыку в наших сердцах. Скажите, а вы знали, что стреляли именно в вас? От тебя ничего не скроешь. Так знали или нет? Ну а что молчали? А, ну понятно, новая команда, не доверяли. Угу. Но теоретически каждый из вас мог в меня пульнуть. Так вы чего? Действительно нас подозревали? Ну, вроде как. А что, не надо было? Так вы поэтому согласились с нас работать? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До свидания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ты чего не уходишь? Тебя я тоже подозревал Пора. Прекрати трепаться. Зачем ты хочешь казаться хуже, чем ты есть? Тебе и так дерьма по уши Ты единственный, кто видит меня насквозь Я говорю, хватит трепаться. Давай просто выпьем За госнака, контроль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok